Андрей Воробьев в своем выступлении затронул важные аспекты нашей жизни. Одной из тем стала социальная поддержка разных категорий людей. И сегодня с нашей гостьей Светланой Запковой, заведующей отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения, мы поговорим о предложениях, которые внес губернатор, а также о тех предложениях, которые были внесены чуть ранее президентом России Владимиром Путиным. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Добрый вечер. О каких изменениях можно говорить в жизни людей, льготных категорий в ближайшее время? Я сначала предлагаю кратко резюмировать то, что предложили сделать руководители нашей области, нашей страны, чтобы напомнить еще раз гражданам. Наш губернатор Андрей Воробьев предложил, во-первых, облегчить реализацию регионального материнского капитала. Я напомню, что с 2011 по 2016 год у нас в Московской области действовала программа при рождении второго ребенка выдавался сертификат на региональный капитал 100 тысяч рублей. Опыт показал, что его реализовало всего 30% граждан. И губернатор предложил в случае рождения в такой семье, где уже есть этот сертификат третьего ребенка, выплатить в два этапа по 50 тысяч рублей этот сертификат. То есть реализовать его не на те цели, которые предусмотрены сейчас, это улучшение жилья или улучшение образования ребенком, а просто отдать их в семью, потому что рождение ребенка вызывает с ними дополнительные расходы. Подробности о том, как это будет реализовано, я, наверное, предварительно, что о любой мере, о которой мы сейчас будем говорить, подробности сказать нельзя. Губернатор и президент выступили, законодательных актов по реализации еще нет. Два-три месяца, думаю, будет готовиться база. Тем не менее, к вам уже, наверное, обращаются достаточно активно по этому поводу. Да, безусловно. Поэтому мы немножко, давайте дальше пройдемся по мерам и поймем, куда же обращаться. Конечно, за реализацией вот этих сертификатов 100 тысяч рублей люди обратятся в управление судзащиты. Также губернатор предложил поддержать людей, одинокопроживающих людей старше 65 лет, предположив, что это наиболее уязвимая в наших жизненных условиях категория граждан. Мой опыт работы в управлении позволяет предположить, что максимально все, что будет возможно, будет сделано в автоматическом режиме. Это раз. Во-вторых, для любой новой выплаты обычно вводится 6-месячный срок для доназначения денег тех, кому кто-то не успел, или по каким-то причинам, сведения о которых отсутствовали в нашей базе. А какие-то заявления они должны делать? Вот даже вам я снова повторюсь, да, не только нашим гражданам. Никаких законодательных актов, которые прописывают процедуру назначения этой выплаты в 1000 рублей лицам старше 65 лет, еще нет. Но современные наши программы и информация, которая содержится в наших базах данных, позволяет определить, кто такой одинокопроживающий гражданин, определить, какая у него выплатная информация, куда необходимо оплачивать деньги. Также с 1 января произошли изменения в обеспечении питания для детей до 3 лет, а также кормящих и беременных женщин. Что по этому поводу можно сказать? Ну, как всегда, вернемся к истории. Значит, каждый муниципалитет самостоятельно путем через госзакупки приобретал питание. Это очень трепетная и больная тема правильного состава. Молоко по сроку годности, баночки, пюре кормления. Кому-то эти продукты подходили, кому-то нет. Мамы были вынуждены с колясками ходить в поликлинику, забирать в какое-то установленное время это питание. Конечно же, получив деньги, проще пойти самой и купить в удобное для себя время то питание, которое необходимо твоему ребенку. Поэтому муниципалитеты предоставления бесплатного питания прекратили. Губиобласть взяла эти расходы на себя путем предоставления ежемесячной выплаты. Все новое на первом этапе вызывает пробуксовки. Очень многие женщины подали заявление. И на самом деле практически половине из них выплаты уже назначены. И даже 21 числа отправлены первые денежные средства. Но деньги еще не дошли на счета граждан. И девушки многие волнуются. Заявление подается у нас через сайт услуги mosreg.ru. В электронном кабинете, как правило, девушки у нас уже видят, что по заявлению принято положительное решение. Если есть такая запись, значит в ближайшее время вы получите эти денежки. Кому же они положены? Беременная женщина старше 12, у которой беременность больше 12 недель, прошу прощения, имеет право на 400 рублей в месяц. Кормящая мама, пока нет ребеночка, в 6 месяцев имеет право получать 1000 рублей ежемесячно. Ребенок, если он на искусственном смешанном скармливании с рождения, либо с 6 месяцев по 1000 рублей ежемесячно. Право на эту выплату имеют граждане, имеющие гражданство Российской Федерации и место жительства в Московской области. Заявление удобнее всего подавать в электронном виде. И как раз здесь государство позаботилось об упрощении порядка. Если мамочка получила свидетельство о рождении в Московской области, она официально прописана, и ребеночек официально у нас прописан. Ребеночек прикреплен к поликлинике детской Московской области. Она подает заявление из дома на портал и больше не делает ничего. Если она правильно заполнит все графы, ей не нужно будет ни на сверку, ни писать где-то еще заявление. Дальше просто сидит и ждет. Да, отслеживает статус в личном кабинете, видя, что принято положительное решение, через какое-то время приходят деньги. В предоставлении этой услуги задействованы 4 информационных системы. Мы отправляем запросы в электронном виде. Когда бы такое было? Правда. Раньше нам многие подобные вещи были недоступны. Запросы в связи в органы МВД о регистрации по месту учительства органа ЗАГС в поликлинику. Они приходят нам тут же практически в течение дня ответа, и мы производим назначение. Светлана Юрьевна, большое спасибо, что сегодня пришли к нам и рассказали эту ценную и важную информацию. Я напомню, что мы беседовали с заведующей отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защитой населения Светланой Запковой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!